Доброе утро! Слушайте, ну, эта сирена просто как будильник. Шесть часов, полшестого всё, вставай. Короче, встала, хотела же вам показать этот обед, всё. Покажу просто коробочку, потому что невозможно. Воет некогда, мне надо постирать. Это всё надо сделать быстро, это всё с утра, потому что уже потом сидишь как заяц и не знаешь, куда прыгать. Я вам сейчас покажу. Дали мне эту баночку чечевицы, я думала, то горошек, то чечевица. Сейчас я вам покажу эту баночку. Ой! Сейчас я вам покажу. Вот, видите? Чечевица. Я не знаю, как её едят, это впервые в жизни, я её никогда в жизни не ела. Я видела сухую, но я никогда не ела этот самый. И дали мне этот, что-то импортное. Я прочитать ничего не могу. Оно, не знаю, на каком языке там. Чьи итальянский, чьи какой там, фиг его знает. И вот я вам покажу. Я ела паштет. Тоже я ничего не могу прочитать. Что оно такое? Пахнет! Пахнет этой нашей молочной колбасой. Вот. Видите? Ну, я подозреваю, что он искусственный полностью, потому что такой рисунок, тут даже нету коровы или свиньи. вот это. Что это такое, я не знаю. Сейчас я вам покажу, какое оно на вид. Пахнет оно этой молочной колбасой, но это не колбаса. Это какая-то такая, знаете, крошка. Может, это соя, я не знаю, искусственная. Как бы оно съедобное. Пахнет, да, колбасой. Но, когда кушаешь, ты не ощущаешь вкуса мясо. Вот, смотрите, я вам показываю, как вам лучше. Во! Вот такая какая-то крошечка. Жир, может, тут какой-то и натуральный, потому что застывает немножко холодцом. А вот это я вам покажу. Устала я, конечно, как собака. Вот. Вот такое я ела. не знаю, что оно такое. Жир вроде как и натуральный. Какая крошка перемелетая, фиг его знаю, что. Но съедобное, я вам скажу, съедобное. Этот самый. Вот такое мне дали. И там вафельку мне дали. Вафелька наша. Вафелька наша хорошая. Я сам покажу. А, еще конфетку мне дали. Вот вафелька наша. Ну, вафля обменная. Наша вафля. И вот такую конфетку дали. Тоже она вкусная. Ну, что это такое, я не знаю. Вот такую конфетку дали. Ну, я вам скажу, что это не бесплатно тоже. Я отработала. И, кстати, YouTube, он все корректирует. Он просто так, этот самый, не выпускает ролик, потому что я рассказывала, я вижу там обрывки просто слов. Этот. Просто так ничего не бывает. Потом расскажу вам за хлеб. Хлеб, это дает вообще город. Он, город, выделяет деньги. И просто он, вот эти церкви, определил точки, где будут выдаваться люди. Поняли? Чтобы не думали, что это прям так все раздают. Висят везде покрывалы. Это же стекло, витражное стекло. Я везде понавешивала ж этих. Не знаю, завязать этим, оно ж не закроется двери. Короче, слушайте. Хлеб выдает город. Он выдает всем. Хочешь, иди бери, не хочешь, не бери. Но хлеб нужно брать, потому что это, во-первых, деньги. Он сейчас очень дорогой. Хлеб. 30 рублей. От 20 до 30. И в магазинах реально уже ничего нет. такое, что не этот самый. Ну как, не первое необходимое. Майонез, ты же не будешь тоже ложкой есть. И он стоит 60 рублей 200 грамм. Ты наберешься такого. каши все дается в руки по одной штуке. Как бы такое вот. Все сейчас нормативное. Но, что я вам хочу сказать. Во-первых, вот это, что мне дали, это ж не бесплатно. Я свое отпахала. Ну ладно, хоть так я как-то договорилась. Ну все равно все настолько это. Вот мы на последнем плане. Этот самый. Потом, что еще хотела вам сказать. За вот этот хлеб. Хлеб дает город. Хлеб для всех. Пожалуйста, идите, берите. У меня еще, знаете, что удивляет. Вот эти вот, кто раздают хлеб, вот эти, как они, ну, пастыри, попы, да, попы, в церкви попы, а там пастыри, то получается, они начинают выбирать, перебирать, что-то смотрят на человека. Руками перебирают этот хлеб, выбирают что-то там из него худшее. Я не устану повторять, я честный человек, мне такое в голову даже не приходит. Вот у меня удивление, мне хочется спросить, а почему, что вы делаете вообще? Не знаю, мне так это смешно. У тебя есть количество товара, у тебя есть количество людей. Что там можно искать? Я не понимаю. Зачем смотреть на человека? Я ничего не понимаю. У тебя есть количество, которое тебе выдали, тебе раздать. Начинают рыться, искать где хуже, искать там кривое или что. Я в свое время была, я тысячу раз говорила о консорах, мы в то время помогали афганцам. И вот я закупала товар. Я никогда в жизни не искала в товаре какой-то недостаток, чтобы кому-то понести кривой, а кому-то косой. Я ходила, каждому с душой, брала с собой ребят, и мы шли, тогда афганцам давали, вот это малосемейки, я помню, что в 12 этажках приходили. У меня один парень был вообще без ног, не могу и сейчас этот самый, у меня прям слезы. И он настолько упал духом, он еще был такой крепкий парень, склонен к полноте. И представьте, он засиделся дома, начал полнеть, и вот эта коляска, это вообще, и я бы пришла, и начала бы выбирать ему, да, мы вот поздравлялись с праздниками, просто приходили к нему, этот самый, выбирать ему там хуже цветок, да, хуже конфеты, хуже продукты, это какой-то бред. Я просто вот разделила всем одинаково, и все, и давала молча, быстро, это главное было весело, позитивно, чтобы люди чувствовали заботу, чтобы они чувствовали, что они в семье. Я вообще не знаю. И вот я тоже прихожу, оставляю свою сумку, оставляю вещи, я спросила, говорю, а сумку мою никто тут не украдет, не полезет? Нет, нет. Ну, я вам скажу, что я не уверена, что ее не проверили. Я, как я оставила, и как я забрала, она была совершенно в другом состоянии. Я, понимаете, я никогда не задумываясь, оставляя, и не зря говорят, что каждый судит по себе. Вот я такая, я никогда не полезу в чужое, ни смотреть, ни интересоваться, ни перебирать. Оно мне нафиг не надо. Абсолютно. Я уверена в себе, что я в любом обстоятельстве выживу, будет хорошо, я достану, заработаю, на коленях, но я себя прокормлю. Вот я самодостаточный человек, понимаете? И меня вот это вот удивляет, что они роются, что-то перебирают. Вот сколько там было вещей, перебрали они эту фуру вещей тонну и мусор выбросили. Берите теперь, кто хочет. Ну, девочки, что делать? У меня выхода другого нету. Я взяла, чтобы дочка не покупала, сейчас уже уходит этот холодный период. Я взяла курточку. Я вам сейчас покажу. Грязную. Не знаю, вот хочу сейчас стирать. Сейчас я вам покажу, что я за чудо взяла. Она меня только подкорила тем, что она светлого тона, белого. Вот я люблю все светлое. Смотрите, вот такая курточка. Вот такая курточка. Капюшон я отстегнула, но она, в ней нету кнопок. Нету кнопок. Вот здесь застегаться, видите, вот промежуток. Вот кнопка. Вон аж где кнопка. Кнопки вырваны. Это ж они выкинули. Плюс она грязная. Я не знаю, увидит ли телефон. Тут на рукаве желтое, все затертое. И вот какие рукава. Не показывает. Ага, вижу. Телефон не показывает. Короче, очень грязные эти манжеты. В общем, она грязная. Она грязная, еще и плюс без застежек. Вот такую я взяла. Я не могла там ничего выбрать, потому что все перебрано. Короче, я взяла эту куртку от безвыходности, думаю, постираю. Потому что мне не хочется, что же этот самый, бомжом ходить. Вот мне говорят, вы выглядите. Я не хочу никакого мусора, мне не надо лишнего мусора. Дайте мне матрас или раскладушку и дайте мне курточку и ботинки. Ботинки я не взяла, хотя там были новые ботинки. Искусственные, правда, такой, типа, это и, как она, на липучке две. Ну, они, я вижу, маловаты будут. Зачем мне они нужны? Ну, зачем мне этот хлам? И вы выглядите. Ну, берите изначально то, что вам нужно и то, что вам нравится. Кто вам запрещает? Короче, я взяла из-за того, что она светлая, но она очень, очень заношенная. Она заношенная и брошенная. Вот это, пузо все желтое. Как бы, она в неплохом состоянии. И еще у нее, знаете, что минус? Внутри, я не пойму, что. Оно все такими, какими-то клоками. Клоками. Вот сейчас я ее руками постираю. А потом кину в машину. Но это все мне надо сделать сейчас, потому что уже вот это ж сирена. В общем, девочки, вот такое дело. Вот это, что я, что я, не то, что взяла, что мне дали. Что мне дали. А за хлебом, хлеб это городской, ходить нужно, потому что очень все дорогое. Уже ассортиментов, продуктов таких нет. А одна каша, одну кашу, это нужно есть или в супе, или я, так понимаю, с маслом и с какой-то овощами, а уже и картошки, и морковки-то не очень. Так что вот такие дела. Вот такие дела. У меня, в общем, дел полно. Хотела с вами покушать, но у меня не получается. Надо все по-быстрому утром это все сделать до 10, потому что потом опять надо уже бегать туда-сюда. Вот такие новости я вам рассказала. Так что я не представляю. Я никуда не лазила, и ничего. И я вот была, когда заболела на производстве, вот смотрите, как я загорела. Вот мне это не нравится, какая я здесь белая и какая я здесь, вот этот загар, мне не нравится. Люди любят, а я не люблю. Я люблю, чтобы белая. На заводе я была, когда заболела, посадили меня в гостиницу, ну и по-старому это называется швейцар. Сейчас это рецепшн, да, там ключи выдаешь в комнату. И когда нет администрации, выходные, дни праздничные, ты поселяешь людей. Тебе оставляют постель, и ты берешь документы и квитанцию об оплате. И слушайте, вот в выходной день приходят, и каждый человек, ну когда заселился, что-то там у него, телевизор там, что он подходит там и говорит свои просьбы, там жалобы, претензии к тебе, да, ты если можешь выполнить, ты выполняешь, если не можешь, ты записываешь в журнал, передаешь, и потом этот, приходят мастера и делают там по электрике, по, еще там почему-то. И такой момент, такой момент был. Право зайти в комнату я не имею. Это если только не пожар. А так у меня доступа в саму комнату, где живут люди в гостинице, у меня нет. Доступ только у горничных, те, которые убирают. А вот этот швейцар, который по себе, он не имеет права ходить по этим. Это если аварийная ситуация какая-то. Там горит что-то, дымит, или там какой-то запах, тогда я этот самый, пишу в журнал, открываю дверь и проверяю. А так я доступа никакого не имею. И вот ко мне приходили люди, когда заселились и говорят, ой, у вас нету там батареек, пульты, пульты выдавались. Потому что это же еще, у нас такая гостиница, оно же от завода, как вам сказать, ну, жили всякие рабочие, могли и стащить этот пульт, все, пульты были у швейцара. Вот эти пульты, батарейки, там что-то, допустим, с телевизором не показывает, дайте там антенну, или дайте вешалку дополнительную. Все обращались к швейцару. Ну и вот ко мне приходили, проблем не было. Есть у вас проволочка? Ой, я постараюсь отдать, нате, там не показывают телевизор, нате проволочку, дайте вешалку, нате вешалку. Приходят, приходят же, так сказать, начальники этого дела хозяйственного и говорят, ну, как дела там это, я говорю, ой, в такой-то комнате, там просили проволочку, я дала. В это, это, ой, ты шо, просто так дала? Я говорю, а шо, да ладно, и все, человеку надо, я дала. Поняли вопрос? Никто просто так не делает, только делает. И нет, без бед. Короче, вот такое дело. У меня это в крови, понимаете, мне, вот не знаю почему, мне это не нужно. Вот я уверена в себе, все будет хорошо, я всегда смогу при любых обстоятельствах выглядеть хорошо и этот самый, все найти и выкрутиться, и еще помочь другим. Я еще и другим помогаю, еще делюсь с другими. Ну, на моем уровне, конечно, богачу это не надо, а на моем уровне, но, насколько я испытала на себе это все, то я предпочитаю дать тому человеку, которого я знаю и уверенно вижу, что он нуждается, он реально не лентяй, и я всегда помогу. А, конечно, если ты будешь лежать и пить водку, и я буду тебя кормить, нет, такое отпадает, такое однозначно нет. Так что, в общем, девочки, у меня работы завались. Вот эту куртку надо постирать, она очень замызганная, пузо затертая, этих кнопок нету. У меня там есть кнопки, мы на заводе у нас выпускали кнопки, у меня есть еще кнопки, и вот это можно вставить, забить. Так что, я сейчас постараюсь все это привести в порядок. Я спросила дочку, говорю, будешь такую носить? Она говорит, да, этот самый, сделаем. Она коротенькая, ну, вот сейчас как бы уходит уже это. Ну, я не знаю, что с нее получится после того, как я постираю, потому что, если там внутри пух или какой-то там, не знаю, у меня такое, как ватина, ну, ну, оно импортное, а фиг его знает какое. И тут в карманах лежали эти самые перчатки, и лежала зажигалка импортная. Она такого была интересного вида, и вот когда я оставляла и помогала там убирать, эта зажигалка исчезла. А чуметь. Короче, все проверяется, все проверяется. Но, вот меня это всегда бесило. Вот я такой человек, вот мое не трогай, мое дырявое, драное, какое там бы ни было, но оно мое, чтоб ты не трогал. Все равно проверят. У нас тоже на работе так было, большинство, сумку оставлять было нельзя. Все вот это, что-то там ищут, лазают, какие-то доказательства, что там искать, я не знаю. Ну вот, я такой человек, люди другие. Вот это у нас, у меня вот на такой почте разногласия. Я никогда не трону, я всегда доверяю, я уверена. Девки, мне вот эта печать, слушайте, написано, мать Тереза. Мать Тереза, ну шо это такое? Смотри, белая, черная. Это ж я в шапке была, а я вчера в шапке, а в шапке я вообще такая бабка. И думаю, о, баба, баба. А потом я уже запыхалась, а мне жарко, руки грязные, никто не дал ни перчаток, ничего, я все руками. И когда я снимаю шапки, они хоп, по пять копеек, что-то оказывается не баба, это такая нормальная тетка мировая. Я говорю, шо, с ней можно дружить? Я же им потом сказала, говорю, вы знаете, что я так всегда говорю, да, и я знаю, я знаю эту кухню, и я уверена, потому что, я говорю, никогда в жизни не брешу, не ворую, поэтому я уверена иду на пролом. И этот самый, то, что я сказала, говорю, что я вот такая, я не боюсь никому ничего сказать, и в своих словах всегда я отвечаю за свои слова, я всегда уверена. Так что, вот такие новости. Ну все, не могу долго, потому что мне надо стирать. Стирать, это тоже такая история, у меня колонка еле дышит, я не знаю, где теперь этого мастера вызывать, сколько это стоит, в общем, с колонкой беда, а стирать долго, надо тут все поотмыливать, поотстирывать. Все, всем пока, в общем, до обеда, может быть, пообедаем, может быть, пообедаем. Вот такое дело. Все, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok